Я с городу набережной Челны выехал 17 июня, получается, и вот автостопом все решил по Средней Азии прокатиться. Взял с собой только паспорт Российской Федерации. Проехал через... А денег не взял все? Ну денег... Буквально вообще чуть-чуть. В основном, ну на карту это естественно на всякий случай только. А наличкой я взял, ну, тысячи три, наверное, по глядям, да. Смотри. Ну это меньше 100 долларов. Да, получается. Вот это да. Поехал через... заехал через Солилецк, границу пересек, Казахстан. Через Оренбург. Оренбург, Солилецк. Вот в Казахстан. Там выходит, получается, на... Там автостопом, да? Да, все вот автостопом я ехал. Ой, дальнобойщики, наверное, хорошо подвезут. Ну, если честно, дальнобойщик только один попался мне. На день? А не на долг, на длинь, на длинь. В Таджикистане еще один. Да? Ну и как? Да. Лучше, мне кажется. Ну да, то есть они берут на дальний путь. Да. Вот. Я проехал, получается... Я почитал в интернете то, что в Киргизию, в Таджикистан запретили въезд по внутрироссийскому паспорту. Ну, в интернете вычитал, да. Ну и думаю, ай, ладно, ничего страшного. Недавно, наверное, били. Раньше такого, по-моему, не было, да? Да. Ну, это оказалось, это все неправда. Поехал на Киргизию, потом через город Тарас, оттуда пересек границу, поехал на Таджикистан. Ага. Пересек тоже там границу с Таджикистаном. А как раз в Таджикистане надо было мне сделать регистрацию в течение 72 часов. То есть, ну, времени в регистрацию. Угу. Трисутки, по-моему. Да, я об этом узнал только через 7 дней. Уже я был... Душанг был у них в столице, получается. Ну, и как там Душанг был. Ну, красиво мне понравилось. Там центр очень красивый. Тоже фонтаны, все подсвечиваются. Там у них флагшток есть, ну, как флаг. Раньше он был самым высоким в мире, теперь он на втором месте. На каком месте? На втором. А первый? Первый теперь, по-моему, не основали? Что местные там, даже не знаю. Местные думают, что он до сих пор на первом месте. Оказалось нет. Оказалось уже на втором месте недавно, вот буквально. Может быть, это восточном. В Дубае, по-моему. Где-то, да, рядышком. Нет, может быть, не в Дубае. Я что-то там видела. Не Катар, не Египет, не Тунис. Что-то там рядом. Может, в Дубае. Нет, ну, я вот прям видела. Огромный флаг. Ну, ло. Скорее всего, да. Вот. Я об этом узнал только через 7... Ну, через 7 суток, то, что надо будет регистрацию сделать. И мне грозились депортации из этой страны. Ну, я как бы думаю, ай, ладно, ничего страшного. На свой страх и риск поехал через Памир. А на Памир надо делать разрешение тоже. То есть, если сделать разрешение, соответственно, надо делать регистрацию временную. А чтобы сделать регистрацию, мне надо заплатить штраф в 12 тысяч рублей и сделать регистрацию. Угу. Но я этого ничего не сделал. Думаю, ай, ладно, если депортирую, то депортирую. Ничего страшного. И поехал на Памир. Угу. Вот. А там, оказывается, 6 блокпостов. Угу. Везде проверяют разрешение. И мне на каждом блокпосту останавливали, вытаскивали из машины. Кто такой, откуда, где разрешение. Я говорю, нет, ничто. Угу. Тебе вот, ну, они мне еще открывали ихний кодекс. Угу. Угу. Я говорю, вот, говорит, тебе депортация светит. Угу. Я говорю, ну, извините, говорю, не знал. Угу. Угу. Ну, так вот меня... Ну, вы там коренервничали, да? Да не особо. Я как бы знал то, что меня либо депортируют, либо прокатят, дальше отпустят. Угу. То есть это получается 250 рублей. Там, наверное, всё дёшево, да? Нет, примерно цены такие же, как у нас. Ну, вот как в России, да. Говорили, что всё дёшево, оказалось, что не так. Я знаю, что в Узбекистане цены ниже, чем у нас. Я бы, чтобы была в Узбекистане, в Ташкенте, там ниже. А то, чтобы там ниже, в Ташкенте, там ниже, в Ташкенте. Случается, да. Я думаю, там ещё дешевле. Оказывается, нет, да? Нет, да. Ну, вот, у меня вот так вот все шесть блокпостов, и всё-таки я прорвался на Памир. Там на Памире очень много европейцев. В основном и велосипедист. Мне вот, допустим, у кого машину останавливал, спрашиваю, а где твой велосипед? Я говорю, нету. Я говорю, так. Нет, можно выключить, да? Нет, нет, я просто когда это... О, вот даже вот так. Это освещение очень хорошее. А когда до этого было освещение, оно вот такое тёмненькое. Сейчас через Памир я объехал по Памиру, но, если честно, мне не особо понравился Памир. Не знаю, почему. Маленькие или что именно вот это? Ну, там горы. А, горы. Жарко ещё, да? Нет, там высота около 2000, по-моему, 2500. Ну, 2000. То есть там не так жарко, то есть там нормально. Даже иногда бывает, можно в курочках ходить. Там погода меняется махом. Буквально полчаса жары стоит, ты снимаешь курточку, через полчаса дождик. Одеваешь опять, да. Ну, вот погода изменчива, сильно изменчива. У нас тоже, кстати, погода изменилась. Дожди, дожди. Такого никогда не было. Ну, как, уже 30 лет такой. Ну, мне говорили, да, то, что тут каждую неделю дождь. Да, ливень прям, был даже град, нет, на недавно. Вот у меня есть в ютубе видео, я сняла град, про такие, про вот, усятины, вот прям, не знаю. А такого вот вообще не было. Молния, град, каждый день, и по несколько часов даже вот, не переставали. Вот в мае это вообще были такие дни. Вся глупника, говорят, что вот на полях, кто занимается отгубникой, водянистая. Даже когда варенье делаешь, они, обычно же цель, цель никому, это, ягоды, как-то приятно так есть, да, а они как-то водились даже варенье готовишь. Ну, может быть, в этом году такой, так, в общем, ага, рассказывай, даже. Ну, получается, ну, через Памир я проехал, там машин очень мало. И, ну, я договорился с одним камазистом, он, получается, из Харога в Мургап. То есть там есть трасса на Китай у них. То есть они из Душанбе едут на Китай через дорогу. А там дорога очень узенькая и не асфальтированная. Долго едешь, там, да, то есть там быстро не едешь, больно не разгонишься. Еще интересно, там такой участок дороги, ты едешь, речка с правой стороны, там уже Афганистан. Чей-чей-куда. Потому что, наверное, у них большинство ездит в Россию на Азарбе очень много. И киргизов тоже много говорили. И вот то, что еще. Я видела, я слышала видео по интернету. Мне тоже хочется, даже, сам поэтап, я знаю, что там люди, там, такие вот... Костеприимные. Да, костеприимные. Вот это Восток, вот это вот все. Ну, вот что мне самое не понравилось, у них... Девушки стеснительные, да. Да, у них, кстати, в плане вот религии вообще, ну, жестко. Строго, да? Строго, да, очень. То есть там пить не пьют. Ну, по крайней мере, мне не встречались такие, которые пьют. Там вот таких алкашов не пьют. По сравнению с киргизами, киргизы... Даже, наверное, русские, русского переплюнут в плане вот алкоголя. Да, вот и да. У него такие попадаются. Но это, в основном, получается... Я просто никогда не была... На этой стороне, как бы, где Иссык Культ. Как бы, где, я не знаю. Да, где Иссык Культ, где курортные зоны. Там, как бы, тоже класят, ну, не по-детски. А в южной стороне, там такого нет. Там очень гостеприимно. А здесь они, ну, как могут даже, не знаю... Ну, нету такого, как там. Ну, вот у нас рядом печки, да, три часа всего. Да, нету. Вот никак не может даже съесть. Вот туда-сюда. Ну, в бюджете, в котором... Не очень, да? Да, вот многие вот те сколько путешествий приезжали, как-то... Некрасивый город. Обычный город у них, ну, вроде Ставицево, как надо отстроить, но нет. У них есть одно место, центр, где там театр, по-моему, у них, все что-то. То есть, мельфонтаны, все, как бы, это да. Ну, да, но сам город, но он какой-то серый, мрачный, что ли. Угу. Мне не зацепило, все, честно. Там чисто вот из-за Иссыкуля, да, многие, вот, есть? Да. Да, 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 да. В основном Иссыкуль. И вот многие тоже путешествий, вот, туда есть отправили, обратно. Вот, как пишут по каушсорфингу, вообще глушь. Ну, да, вообще глушь. То есть, да, вообще глушь. Ну, да, я тоже там раскидывал. Тоже, да? Пустота, штук семь, наверное, восемь. Вот они смотрят профайл. Вот они мне как-то сказали. Ноль. И ноль. Не ответа. Ну, то есть, вот, даже отказать, не отказали. Просто, видимо, ну, посмотрели, и все. Вот мне вот недавно тоже с Кемера приезжали. Вот буквально, когда их проводил. Вчера, по-моему, их, или позавчера. Я уже, типа, то есть. Потому что я, сколько мне пишут, то я всех стараюсь, вот, по возможности, ответить. В этом не успевают даже отвечать. Вроде, вроде, как бы, ну, я раз в сутки захожу. Ну, два там, это максимум. Вот пока вот так зайдешь, а уже 16 часов назад. А он там будет не срочно. Я там-то, там-то нахожусь. Я уже в Алматы. И все. А я зашла уже на сайт, а там уже 16 часов назад. Ну, уже, конечно, я перешла, а он уже это самое нашел. Да. Ну, таких моментов очень много. Ну, не успеваю. Вот как-то вот, не знаю. Вроде бы я захожу, я захожу. Он тоже, видимо, многим раскидал и что ответил быстрее, тот. Вот. И вот они тоже сказали, что, прям, это... Сколько они тоже многим писали. 70, там, не сутки писали. Вот они. С Кемеровой, вот, тоже. С России. Кемеровская область. Вот парень с девушкой. Пять лет уже дружат. Вот. Магистранты. Историки будущие. Он археологический, археолог. Она всеобщая история. Магистранты. Вот тоже они автостопы. Тоже, да? Тоже, да? Да, они вот это как раз с Бишкека, говорит, ой, голода. Он вообще там окраса простыл. Он шел, у него голоса практически неба. Холодно. Плюс 5, мы даже не покупались. Бишкеки? Ничего себе. Да. И дожди, говорит, дожди. Ага. Ну, я слышал, я был в районе Жаалабада, то есть на юге. Вот. Там, да, ливень будет, дождь. Илья, он приехал в город Обминск, Калужская область. Ага. Вот он, он обратно вернется. Он сейчас, так, 5 дней назад, он уехал в Бишкек. Тоже сказал, что я сколько посылал, никто ничего, говорит. Ну, все равно, говорит, поеду, потому что он уже здесь месяц уже тусуется, ему надо как-то выехать, заехать. Ну, понимаете. Вот. И, ну, он говорит, минимум неделю будет, максимум 3 недели. Ну, он вернется, потому что нам это кое-что осталось. Там, Каласко, всякие причиндалы для скаловаза. Он сейчас скаловаз. Да. Прямо, а ты не знаю, он такой профессиональный, все, он уже всю жизнь этим занимается. И поэтому, почему он здесь месяц уже, потому что горы, горы. Сюда ездил? Да. Он прям поднимал, такие фотографии показывал, поднимался на 3 тысячи там 300 метров, и там уже ледники, холод, уже снег там, там такие озера небольшие. Да. И вот он и так. Потом девушка вот недавно буквально, она с Украины, Одесса. Она ехала, отлетела с Бали через Алма-Ату в Киев. Вот так вот. Пересадки? Ну, у нее такие пересадки ужасные. Получается, Бали – Сингапур, Сингапур – Бангкок, там еще сутки там спала в аэропорту. Потом с Бангкока в Алма-Ату. То, что вот она ночью. Я потом в Киев. Самолет у нее был в Киев в 5 вечера. Потом, а с Киева получается 10 часов на поезде в Одессу. Что-то все слишком очень много. Она такая уставшая, красные глаза, уже все. Она уже практически, по-моему, меня не слушала уже. Вот вроде бы, видимо, она вроде слушала, но в то же время, у нее уже мысли как бы сейчас сесть в самолете. И да, уже под конец это самое. Ну, я прислачу такую сложную рейс. Ну, то, что билет дешевла. 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 Работа интересная. Вот. И меня фотографировала. Надеюсь, она меня скинет. Я очень надеюсь. Жду вот фотографии. Я вот даже вот с Арией делась. Ну, думаю, вот индийская фотосессия будет. Хочешь, что-то какое-то интересное будет. Потом автослопчики эти… Швейцария, да? Швейцария. Тоже четверо. Ой. Они до сих пор в путешествии. Просто они… Да, они на машине, да? Да. Потом в Южной Корее тоже. Вся семья. Там папа, мама и сын. Ну, они вот обеспечены. Ну, они такие прям… Тоже… Как говорится, вырвались. Хотя они такие… Хотя у них там бизнес. Они там бюджетелем занимаются. Хотя у них все как бы есть. Но они хотят именно так путешествовать. Именно автостопом. Ну, нет, не автостопом. Гру. Они приехали на машине Range Rover. Огромную такую машину такая. И вот на этой машине они вот так вот по Центральной Азии, потом они, наверное, в Китае. Я уже не помню. Давно это было. Это тоже у них пошло. Да. Да, пошли на машину. Вот. Тоже они нам как-то тоже не так как бы бюджетом. Да, особо не так пространных ходили. Мне так вот вспомним это все. Главное, вот они природа, вот все. Они как-то вот… Потому что в Корее… Корее вообще сама маленькая же. И там небоскребы, небоскребы. А вот такого как природа у них нет. Полеи, вот этих гор зеленых. Такого нету, да. Да. Даже я когда сидела в машине, они сказали, your city is very green, very big, the nature is very wonderful. Они вот этим больше у вас сейчас. И вот этим небоскребы не надо. У них свои досмотрелись, да. Даже вот с Гонконг приехала тоже девушка. Она тоже… Она прямо эти природы. Она везде… Ездят те горы. Там Алматинское озеро, Сырское озеро, Копчега и Сесина. И она тоже… Она там тоже… Я попросила, вы вышли это с окна, что ты видишь с окна своего дома, квартиры. У него где-то там на 21 этаже же одни небоскребы. Но это сейчас немножко… Ну, вроде бы… Ну, ладно, я там полгода могу прожить, но… Ну, да, приезжем как бы… О, интересно будет, да, красиво. А потом… Да, все равно это… Приезд, да? Да, приезд. Но одни небоскребы, это стены, это все. Мне кажется, как-то надоест. И мне хочется вот так тоже протиться, как у нас, да, вот у нас обширно. И в России, в Казахстане, как-то так у нас. Он может туда, как-то так, как-то… Лучше… Ну, не знаю, да? Да. Как думать? Или небоскребы, если жить? Да. Как скорейщики. Вот. Сосиська. Ой. Сосисек, сосисек. Надо поймать тебя. Вы тоже любите кошек, да? Да, у меня есть две кошки. Да, нет. Скамец. Заметите? А, нет. А, нет. Ой, ты хорошенькая. Вот она, я ее нашла на зеленом базаре. Угу. Охранник дал мне маленького котенка. Говорит, возьмите. Вот одна осталась. Я говорю, конечно, возьму. Вот. И так она у меня… Давно вы живете, да? Уже год. Ровно год. Маленькая-то косла. Ну, красивая, красивая. Красивая. Красивая, да? Да. Как будто породистая, да? Ну, Сиамис же похожий, да? Сиамис. Мне кажется, у нас смесь. Смесь. Есть, да, что-то смесь? Ну, да, кстати. Смесь, да. Сиамис с кем-то. С кем-то интересно. С кем-то интересно. С кем-то. Она ласка. Она прям это… Когда у нас здесь хостел был, у нас же здесь хостел был. Там… Сейчас закрыли уже, все. Устал. Не будет хостел больше? Не, не будет. У нас будет в другом месте, это на Гоголе. Ааа. Там будет. Там… Побольше. И там… Более такого… И ремонт хороший. Там… Там более уровень, конечно, лучше уже будет. Там… Как вот в Европе мы стараемся. Ааа. Это здесь, ну, как… Так. Ааа. Для души, да? Да. А там это будет вот… Там картины. Там будет у нас вот эти вот арты всякие. Мы уже заказали. Все это будет. И там более комфортно. Здесь, видите, маленькие души, да? Тесные. А там вот такие вот хорошие, комфортные. Зайдешь прям… Удобно, да? Да. Удобно. Да, удобно. Отдельно прям зал. Вот в ком-то огромные вот мы видели. Отдельно вот там кухня. Там все будет все. Даже кофемолка. Все будет. Все, что необходимо. Все будет. Хороший сервис будет. Там будет и горничная, там будет администратор. Все. Ну, так частенько приезжают вот в хостел, допустим? Ну, зима, зима нет. Зимой вообще тишина. Да? Да. Там, наверное, с апреля, может, с мая, да? Что-нибудь сезон. С апреля. С апреля. В март еще как-то так. Угу. Тишина. Угу. 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 Сладкая такая. Я с ней сплю. Я с ней – да. Да. Даже если, когда она со мной не спит или где-то там на диванчике, я напротив забираю к себе. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. она как-то вот именно вниз она убегает там где ноги спитом чеку можно поставить я возьмусь я немножко так заболтаю что это пиво ваше местное или это место на разлив рядом прям аж она же краска гладкая и она царится молодец что пришла так редко приходит нашли понравились у меня у друга тоже есть собак для букер как-то так он тоже собачку вообще красиво но мне нравится тоже люблю животных но вот я своих люблю а вот чужих я очень боюсь почему потому что мне просто когда маленький был в детстве тоже писать сидел играл забан побежал тоже укусила его с того момента у меня страх пошел собак я вообще боюсь мне то же самое когда я помню я тоже по поселку шла с папой школы папа дать зайди как на кого-то искали кого-то какой-то толстый каких-то людей сзади я зашла на двор а там как-то огромная собак как на меня и вот она ворот хотела укусить но но из того момента то у меня такой страстный тоже все а я либо там палку беру с собой была палку да либо камень собой если есть это уже с палкой хожу когда вижу даже пытается нет даже они говорят в одни пусть не пусть а все равно как нам устроена и прямо укусила и след остаться шамчин или не она в голову пустила да там зашивали как бы возили конкретно я думаю так вот там за ножка как-то так нужны это футбол конкретно да не знаю тоже какая черная пробегал она чата была или я тоже просто дворовая видимо ей не понравился вам было летом детский сад детском саду были лишь школа еще не ходили может только вот-вот-вот в первый класс наверное пойдете да либо с первым второй но чтобы там в этом да совсем от 5 до 8 где-то лет точно не знаю я тебя покормила окошки такие всегда сегодня хотят я думаю надо вот немножко здесь вот там как на 1 работе держала все вы сейчас этот дом но тут для себя на ремонтируете ремонт делаете так сахар должен быть сахар можно марину вот с варенью как раз хорошо это лучше чем сахар а нет он там сахар есть хотите сахар если нет получит в это лучше варенье сама приготовила смородина с малиной это лучше чем сахар это лучше чем сахар а вот не тяжело так их путешествовать или привыкли уже в плане физическом если только то что ходить вот бывает приходится выходить из города на окраину города допустим на трассу вот это в этом плане тяжело бывает проходишь там ну по 5 километров вот сегодня я до границы перес переходил границу когда я до границы шел 17 километров с утра машины тоже не берут шел три с половиной часа ну жара конечно было это было тяжело конечно но но я себя тешил тем то что границы перду там будет легче там нужно посидеть подождать машину туда идти не надо а вот эти мысли да да вот наверное конкретно можно похудеть да никаких и диет не надо ну да иногда тоже бывает такое допустим вот вот в состопе я думаю это частенько такое бывает то есть ты допустим допустим как момент сказать вот ну допустим две дороги да одна допустим в объезд а другая напрямую и вот перед тобой стоит выбор да куда лучше ну пойти допустим ты решил в объезд поехать ну посмотреть побольше встал тоже стоишь ну сейчас допустим стоишь ты начинаешь жалеть блин а может все таки надо было оттуда ехать ну а уже пройдено сколько да ну там ну буквально допустим ну километр допустим да ну и перед тобой стоит такое то есть все будут писать ну а правильно я сделал а сделал ли я ну может надо было туда пойти в итоге останавливается машиной ну допустим едешь дальше и ты через так так Продолжение следует...